Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии сегодня Ирина Чекунова, а в гостях у меня сотрудники Управления Федеральной Службы Судебных Приставов. Итак, представляю вам Романа Михайловича Тадасийчука, главного инспектора отделения Организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, лейтенанта внутренней службы. Роман Михайлович, здравствуйте! Добрый день! У нас в гостях Оксана Анатольевна Суходольская, начальник отделения Организации дознания, майор внутренней службы. Оксана Анатольевна, добрый день! Добрый день! Представляю вам Гульнару Анатольевну Хитрову, заместителя начальника отдела Государственной службы и кадров, лейтенанта внутренней службы. Гульнара, добрый день! Здравствуйте! И Татьяна Михайловна Познякова, начальник отделения, старший судебный пристав Пролетарского районного отделения судебных приставов города Твери, старшего лейтенанта внутренней службы. Татьяна Михайловна, рада вновь приветствовать вас в этой студии. Уважаемые друзья, мы сегодня говорим о профессиональном празднике, о вашем профессиональном празднике. 155 лет исполняется службе в 2020 году. Вот мы буквально перед эфиром говорили с Татьяной Михайловной, кажется, было недавно 150, и вот уже 5 лет прошло, и большие изменения произошли в службе. Но об этом всем по порядку. Давайте немножечко истории. Гульнара, несколько слов. Что же это такое за служба судебных приставов? История института судебных приставов насчитывает уже полтора столетия. Хотя о сознании необходимости вершить правосудие приходило еще в 15 веке, и об этом еще упоминается в псковских и новгородских судебных грамотах. Настоящая история судебных приставов началась с исправления Александра II. В 1864 году судебная реформа, в ходе которой 1 ноября 1865 года император подписал положение о введении в действие судебных уставов. Уставами уголовного и гражданского производства регламентируется деятельность судебных приставов. Основными функциями являются исполнение судебных решений, охрана порядка в зале суда, вручение повесток и выполнение различных поручений председателей судов. В 1997 году уже появляется новая структура службы судебных приставов Российской Федерации. Она действует на основании федеральных законов о судебных приставах и об исполнительном производстве. С 1 января 2020 года в СССР вступил новый закон. Номер 328 ФЗ. Он называется «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это мы как раз уже сейчас с вами коснулись вот тех изменений, о которых я сказала в начале. То есть на мой личный взгляд что-то поменялось кардинально, потому что я знаю, какие испытания проходили сотрудники. Серьезную проверку проходили своих знаний и умений. И далеко не все остались в рядах службы, да? И теперь, значит, вы, для меня это по-новому, называетесь «Орган принудительного исполнения», хотя по-прежнему остались федеральные службы и судебных приставов. Да, у нас изменился правовой статус. Так, значит, давайте сразу. Задачи, которые были на службе, они остались теми же? Конечно. Задачи кто-нибудь считал? Сколько их у вас? Почему-то кажется, что их хочется. Каждый занимается своим делом. И отделов много, но мы постараемся сегодня по разным направлениям. Значит, что изменилось и как теперь желающим попасть на вашу службу? Наверное, это стало сложнее. Конечно, это стало сложнее, если раньше была гражданская служба, где порядок отбора, участие в конкурсе, ну, естественно, различные виды проверок. То есть после конкурса, уже когда объявляются результаты, уже люди могли поступить на службу, то есть как у нормальных, обычных гражданских людей. Сейчас эта, конечно, процедура стала немножко сложнее. То есть кандидаты в органы принудительного исполнения, возраст у них должен быть от 18 до 40 лет при поступлении, если не имели никакой ранней службы. Обязательно, чтобы они были годны по состоянию здоровья. То есть требования к состоянию здоровья тоже, конечно же, совсем другое. Куда обращаться и что необходимо для приема на службу? В нашей службе есть различные должности, которые могут занимать кандидаты. Например, для судебного пристава исполнителя, для дознавателя, судебного пристава по обеспечению деятельности судов обязательно наличие высшего образования. Если это касается дознавателя, то только юридическое образование. Что касается судебных приставов исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, то это наличие экономического, юридического, психологического, педагогического, государственного муниципального управления. Просто любой вуз, да? Но главное, чтобы высшее образование. Высшее образование, да. Также у нас есть должности младших судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Там требования к образованию немножко пониже. Там достаточно среднее профессиональное образование. То есть не школа, чтобы у человека обязательно была профессия. Ну и, конечно, требования к состоянию здоровья. Это первостепенно. Ну, Костяк остался прежним. Люди, которые работали много лет, они остались в службе? Вот сейчас в области, да? Уже которые имеют опыт, да? Конечно, конечно. Задачи не изменились. Новым кандидатам, да, мы принимаем также на службу. У нас приходят новые люди. Им это интересно. То есть про нашу службу уже наслышаны. Вот. И социальные гарантии у нас, да. Официальная заработная плата, что немаловажно в наше время. Медицинское обслуживание, санаторно-курортный отдых. То есть через знакомых люди узнают и, конечно, идут к нам в службу. Но люди нужны? Люди очень нужны. Сотрудники нужны, да? Конечно. Потому что такой перечень обязанностей должны исполнить, конечно, такие ответственные товарищи, да, которые, надеюсь, к вам будут приходить в службу в связи с изменениями в том числе. Роман Михайлович, давайте вот о вашем направлении работы поговорим, да? Это обеспечение установленного порядка деятельности судов. Потому что всегда очень долго звучит это, да? Как я вас называю, всегда это спецназ судебных приставов. Такие люди в черном. Кто бывал в судах, те видели и знают, да? Кто нас первым встречает при входе в суд? Это сотрудники вашего отделения, да? Вот давайте поговорим о том, кто работает. Какие необходимы условия для приема на работу? Потому что все-таки, ну, спецназ и задачи какие возложены? Ну, к должностным обязанностям судебного пристава по УПДС они не изменились, да, с переходом и остались прежними. То есть это и охрана зданий судов, это осуществление пропускного режима, охрана общественного порядка в зданиях судов, обеспечение безопасности судей, участников судебного процесса, посетителей судов, доставка, обеспечение безопасности доставки уголовного дела к месту проведения судебного заседания, при провождении иностранных граждан лиц без гражданства с их последующим выдворением. Также обеспечиваем безопасность должностных лиц нашей службы при исполнении ими служебных обязанностей. Требования к должности, ну, Гульнар Анатольевна уже правильно заметила, по образованию есть и среднепрофессиональное образование для младшего состава. Ну, это зависит, да, это младший состав или выше, да? То есть это и среднее, и обязательно высшее. Да, то есть младший начальствующий состав в должности младшего судебного пристава по ОПДС, это среднепрофессиональное образование, как уже было сказано. И средний состав, это должность судебного пристава по ОПДС или старшего смены на объекте, это уже наличие высшего образования, безусловно. Ну, наверное, еще у вас эта специфика, это физическая подготовка? Конечно, все кандидаты проводятся проверочными мероприятиями по кандидатам, в том числе по физподготовке, то есть есть нормативы, которые кандидаты сдают обязательно. Также во время несения службы с периодичностью раз в полгода пока что никаких изменений не было, проводятся зачеты сотрудников, то есть там также физическая подготовка проверяется. Конечно, служба в армии тоже является приоритетом при поступлении на службу. Но приоритетом, но не обязательно. Вы знаете, служба в армии должна быть, то есть не должно быть ограничения по годности к службе. То есть именно не должно быть наличие каких-либо заболеваний, желательно, конечно, чтобы гражданин службу в армии проходил. Так, давайте, уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов. До перерыва мы говорили с Романом Михайловичем Тодосичуком, правильно, да, я называю вашу фамилию, относительно работы отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Насколько я поняла, все-таки самая главная ваша работа в работе – это обеспечить безопасность всех, кто работает в судах, да, всех, кто в суды приходит, всех, кто находится внутри здания, да. Бывают какие-то такие случаи, которые, ну вот, из ряда вам выходящие, которые называют чрезвычайные ситуации? Ну, наша работа заключается как раз в том, чтобы никаких чрезвычайных ситуаций не допускать, с чем мы, слава богу, успешно справляемся. Надо понимать, что все граждане, которые приходят в суд, они приходят для того, чтобы решить свои какие-то жизненные проблемы. Поэтому судебные приставы постоянно сталкиваются с пресечением противоправных действий и недопущением совершения правонарушений. С начала года у нас уже предотвращено более 300 правонарушений. Все правонарушители у нас подвергнуты административной ответственности. Также хочу добавить, что судебные приставы при осуществлении пропускного режима выявлено уже более 2,5 тысячи запрещенных предметов к проносу в суд. 2,5 тысячи – это за неполный год? Да. Это просто я скажу тем, кто не знает, может быть, кто не бывал в судах, обязательно досматриваются сумки или какие-то сетки, что приносят с собой рюкзаки, что приносят с собой посетители, потому что на самом деле это вызвано необходимостью, да? Что мы можем сказать людям? Конечно, это вызвано необходимостью, потому что есть граждане, которые с собой берут и газовое травматическое оружие, приносят, электрошоковое устройство берут. Но для чего, с какой целью? Это чтобы что-то там каким-то образом либо напасть, либо напугать? Ну, у некоторых граждан газовое травматическое оружие, оно же на основании разрешения есть, то есть разрешение тоже проверяется, и такие граждане оружие с собой носят на законных основаниях, Но при этом в суд все равно таких граждан допускать с такими предметами, конечно, нельзя, поэтому они не допускаются. Но вы полномочны. Запрещенный предмет, который вы обнаружили, его изъять у человека, да? Нет, мы не изымаем. Мы граждан просим покинуть здание суда с этими запрещенными предметами и их оставить за пределами здания суда. Если здание суда оборудовано ячейками для хранения, значит, можно оставить это все там. Самое главное, чтобы гражданин с этими предметами в здание суда, в само здание, не проходил внутрь. Но, конечно, мы не говорим про наркотические средства, потому что и такое бывает, что у граждан... Бывают наркотики? Бывает, да. То есть там уже понятно, что гражданин, конечно, передается сотрудникам полиции. Но здесь вы работаете в связке, да, с полицией? Конечно. Я знаю, что вот все такие нештатные ситуации, у вас, ну, я не знаю, год 2020 особенный, он не только характерен, да, юбилейные даты свидетельных приставов, но у нас все-таки пандемия, да, и некоторые ограничения введены. Но раньше у вас постоянно проводились учебные занятия. Вы отрабатывали ситуации, где задействованы и МЧС, и полиция, да, и скорая помощь, различные ситуации. Это и пожары, и кто-то проникает в суд, да, и вы все отрабатываете. Да, все верно. Это у нас тренировки проходят ежемесячно. Сейчас в некоторых районах области у нас есть ограничения. Ну, а так мы проводим все в полном объеме, то есть все в соответствии с теми планами и задачами, которые у нас уже разработаны, да, на второе полугодие. То есть мы стараемся от этого, ну, не уходить, а, конечно, все проводить в полном объеме. Роман Михайлович, скажите, пожалуйста, по-вашему, нужны какие-то особые черты характера, возможно, для представителей вашей службы? Потому что приходится делать иметь не с лучшей половиной человечества, да, и сопровождать этих людей, которые, мягко скажем, незаконно послушны. Ну, вы знаете, что, в принципе, самое главное для судебного пристава обладать такими качествами, как высокой психологической подготовкой, стрессоустойчивостью, естественно, навыками физподготовки тоже надо, чтобы человек обладал. Ну, и, конечно, быть постоянно готовым к действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы не растеряться и действовать по обстановке. В вашу службу сейчас нужны кандидаты? Нужна новая кровь? В хорошем смысле этого слова? Конечно, вакансии, как уже Гульнар Анатольевна говорил, у нас есть и на младших судебных приставах по ПДС, и на остальные категории должностей по обеспечению основного порядка деятельностей судов. Поэтому, пожалуйста, пусть граждане обращаются. Будем всех рассматривать. Кстати, я хотела спросить, у вас вообще насколько дружен сплоченный коллектив? Вы все-таки работаете по направлению, а вот так вот есть какие-то общие дела, которые вас сплачивают? Может, общие праздники, мы о них еще поговорим, конкурсы, вечера, которые вы проводите. Сплоченный коллектив? Ну, в первую очередь, нас сплачивает работа, потому что, несмотря на то, что мы идем каждый по своему направлению, все это взаимосвязано, и друг без друга мы работать не можем. Это первое. Ну, и, соответственно, есть праздники, есть вечера, есть мероприятия. Там мы тоже все дружно собираемся. Я скажу для наших радиослушателей, что сейчас, говорит Татьяна Михайловна Познякова, непосредственно руководитель службы судебных приставов, скажем так, земли, да, пролетарская земля, это пролетарское районное отделение судебных приставов города Твери. Что, Татьяна Михайловна, мы вот виделись еще задолго до этой реформы, что, по-вашему, самое главное произошло в лучшую сторону, изменилось вот сейчас, вот в этом 2020 году в вашей службе? Я рада, что у меня весь отдел в полном составе перешел в новую службу. Мы никого не потеряли и продолжаем дальше работать на благо Родины. Это отлично. Скажите, пожалуйста, Татьяна Михайловна, с чего начинается рабочий день судебного пристава? Это вот теперь вот-вот-вот все у вас форма, да, это вот такая вот стержень, это рано, да, или у вас ненормированный рабочий день, как он? Ну, у нас рабочий день начинается по приказу с 9.00, но в соответствии с законом исполнять исполнительные действия мы можем с 6 часов утра. Поэтому при необходимости, естественно, начинается и в 6 утра, и в 7 утра, и в 8 утра, в зависимости от ситуации. Помню, я как-то ходила с вами, да, мы посещали должников, да, должников по алименту, по-моему, разноскали. И вот замечательный рабочий день, это, по-моему, зима на дворе, приставы наши стучат в двери, откроют, не откроют, и потом по двери еще стоят, откроют, в ресторане называется, да, и вот ходить, и спрашивать, и требовать исполнения судебного решения. Ну, в этом заключается наша работа. Есть какие-то показатели, чего добился ваше отделение, пролетарский районный отдел? Много ли взысканно, да? Со многими людьми удалось встретиться и призвать их к порядку? Ну, несмотря на то, что сейчас, как бы, время такое у нас тяжелое, тем не менее, достаточно активно работаем с должниками, и выходим по адресам, и уведомляем, потому что зачастую граждане не получают почту, они не знают о том, что в отношении них вынесено решение суда, возбуждено исполнительное производство, и, получив уведомление от судебного пристава, некоторые принимают меры для исполнения решения суда. Естественно, мы работаем с программным комплексом, направляем запросы, направляем удержание из счетов должника, заработная плата должника, разыскиваем арестовое имущество, и объемы исполнительных производств у нас каждым годом все больше и больше растут, и, естественно, растут и суммы взыскания, и количество оконченных исполнительных производств, в том числе и фактических исполнений. А есть какая-то разница, вот, может быть, сезонная, сейчас осень, может быть, задолженности сейчас больше по коммунальным платежам, когда-то задолженности больше за штрафы автомобильные, или, может быть, это алиментные задолженности, вот, я не знаю, какая-то сезонность наблюдается? Ну, как таковой сезонности нет, долги просто растут с каждым годом все больше, относительно предыдущего года, и количество исполнительных производств по всем направлениям, в принципе, увеличивается. В этом году очень значительно увеличились долги по кредитным платежам и по коммунальным платежам. То есть больше стало народу брать деньги в кредит, или просто они не могут сейчас платить? Они просто перестали платить. Первая волна пандемии показала, что очень многие должники остались без работы, да, там, где происходили удержания, по очень многим вернулись документы с увольнением должников. Вот ваш сегодня практический совет жителям нашего региона, если накапливается задолженность, что делать, куда обращаться, и надо ли вот так вот просто сидеть и ждать, когда эта цифра будет просто запределена? Ну, хотелось бы остановиться вот именно на коммунальных платежах. Очень многие должники считают, что если они, они очень удивляются, когда вдруг в отношении них выносится решение суда о взыскании коммунальных платежей, возбуждается исполнительное производство. Потому что очень многие у нас имеют регистрацию в одном месте, а фактически проживают в другом месте. И они считают, если они по адресу регистрации не проживают, то и никаких долгов у них быть не может. Вот это очень ошибочное мнение, потому что у нас в соответствии с законодательством коммунальные платежи насчитываются на всех зарегистрированных лиц. И поэтому возникают долги у людей в тот момент, когда они даже не подразумевают, что не могут возникнуть. И вот хотелось обратить внимание граждан, что регистрация по месту проживания, это и если вы коммунальные платежи не платите, то, естественно, они у вас будут. Будут как задолженность, будет вынесено решение суда, и вам придется их платить. Если у вас появились долги, не нужно бегать от судебного пристава, нужно прийти и конструктивно решить этот вопрос. Можно это сделать и через рассрочку, и в судебном порядке можно получить рассрочку. Опять-таки, если вы работаете, написать заявление об удержании заработка, опять-таки, указать процент удержания, предоставить документы, в соответствии с которым судебный пристав может снизить процент удержания. Но эти долги будут гаситься, и задолженность будет потихонечку уменьшаться, и проблем у человека будет меньше, чем если он бегает от судебного пристава. Вот, Татьяна Михайловна, вы сказали очень интересную фразу. Не надо бегать от судебного пристава. Наверное, люди должны уже перестать воспринимать судебного пристава, как человека, который придет с дубинкой, и будет только долги, долги. Вы прежде всего помощники. Помощники человека. Вы же разъясняете, вы консультируете и подсказываете, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Конечно. Я знаю, что еще служба судебных приставов занимается расследованием уголовных дел. Ничего не напутала, Оксана Анатольевна? Ничего, все правильно. Это помимо всего прочего. Помимо того, что мы помогаем людям, разъясняем, просим, чтобы оплатили долги, но еще и уголовные дела. Что это за уголовные дела? Какая категория дел? Мы занимаемся правоприменением. Это одна из функций, которая у нас прописана в нашем федеральном законе номер 328. Вся сама по себе, вся федеральная служба судебных приставов, это в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, является органом дознания. Она занимается расследованием преступлений, по которым проведение предварительного следствия, как одна из форм расследования, установленная законом, является необязательным. То есть производится дознание по составам, которые опять-таки определены законом, где срок наказания санкций статей не превышает 3 года лишения свободы. То есть это не тяжкие составы. Расследуют преступления, как уже Гульнара Анатольевна в начале передачи сказала, дознаватели. В статье службы имеются дознаватели, ведущие дознаватели, дознаватели, которые непосредственно и реализуют функцию органа дознания. Если мы с вами говорим по составам преступлений, что именно мы расследуем, то, конечно, львиная доля преступлений, которые находятся в производстве дознавателей, это преступления, связанные с неуплатой алиментов в отношении лиц, которые уклоняются. Да, это серьезная проблема. Да, это... Они каждый год... Сейчас, подождите. Чуть на меня теперь... Все, откажется. Это социально значимое направление, потому что, по сути, за каждым судебным решением, за каждым фактом неисполнения нашего понуждения стоят интересы несовершеннолетнего ребенка. То есть алименты-то взыскиваются для того, чтобы ребенку было обеспечено нормальное, достойное содержание, которое предусмотрено законодательством. И, к сожалению, у нас из года в год количество, скажем, нерадивых и папочек, и мамочек, который уклоняется от уплаты алиментов, оно у нас растет, оно не становится меньше. Средняя у нас динамика возбуждения уголовных дел, да, вот если мы, скажем, возьмем прошлый год, ну, это там в пределах 800 уголовных дел. На сегодняшний момент возбуждено уже порядка 600 уголовных дел. Это тоже с начала года? Да, это с начала года. А почему меньше-то не становится? Потому что, опять же-таки, та же самая пандемия, сейчас все принято на нее как-то валить. Я думаю, что здесь, наверное, вопрос не только в пандемии, потому что вот, ну, выходишь в структурное подразделение, вот встречаешь там должников, которые пришли там заплатить какие-то алименты или, скажем так, выступить, что вот почему я должен что-то там платить. У очень много должников такая позиция, но почему я должен платить? Я же с ней не живу. То есть воспринимается уплата алиментов непосредственно не потому, что я должен исполнить решение суда, да, чтобы у моего ребенка было достойное содержание. А воспринимается, потому что внутри конфликтная ситуация между сторонами. И очень часто алименты-то не плачутся еще. Почему? Потому что я плачу кому? Да ей. Да, да, да. Вот почему. Да, они в конфликте, они в ссоре, они в романе. И по этой причине, и таких ситуаций на самом деле очень немало. Есть и ситуации на практике, когда, предположим, у нас должники неродивой мамочки, да, одного ребенка она от него отказывается, потому что он больной, и она ей говорит, я не плачу алименты, потому что она больная. Это не мой ребенок. Это я вам говорю факты из уголовного дела. Я не буду платить на Марину, потому что Марина больная. И эта позиция матери, то есть это даже вопреки всей закону природы, как можно не платить и на ребенка, и бросить своего больного ребенка. Но, опять-таки, вот именно таких мы и пытаемся понудить, заставить исполнить решение суда. Вот если вот она такую принципиальную позицию занимала пять лет, она на шестое может что-то изменить? Ну, с другой стороны, знаете, как есть положительные моменты. Вот несмотря на всю, как бы, да, вот эту ситуацию, есть положительные моменты, когда у нас привлечение к административной ответственности, к уголовной ответственности, оно все равно дает какие-то положительные результаты. В 2006 году вступили изменения, да, и у нас несколько изменился порядок привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов по 157. То есть теперь с июля 2016 года у нас ввели административную приюдицию, то есть государство дает шанс нерадимому родителю, то есть прежде чем его привлекут к уголовной ответственности, наступает административная. Она предусмотрена статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть его вначале привлекает к административной ответственности, более мягкое наказание применяют, как правило это обязательная работа и тем самым понуждают ну вот тебе шанс, тебя государство трудоустраивает в государственные учреждения предоставливает возможность отработать, то есть отбыть административное наказание, а дальше попытаться трудоустроиться и стать на путь справления. Да, положительные примеры, как я и сказала, есть немного, но есть. Вот этот случай, я неоднократно про него рассказываю, причем он фактически, вот как только стала складываться правоприменительная практика по новому законодательству, да, когда мы трудоустроили за обязательную работу женщину, это она привлечена была к административной ответственности в одном из отделов города, вот, ее устроили в организацию, которая связана с облагораживанием территории, ну то есть вот посадка... Ну что очень актуально для нашего города. Да, посадка цветов, насаждений, но самое главное, что человек себя нашел. Во-первых, человеку настолько понравилось, она была обязательной работой, она туда трудоустроилась, она там какой-то чудодейственной... И главное, у нее получалось. Да, вы понимаете? То есть она там какой-то чудодейственный цветок-то вырастет, у нее получилось. Ну то есть сам факт, вот привлечение к административной... До уголовной ответственности дело не дошло. Ну то есть привлечение к административной ответственности способствовало тому, что человек трудоустроился, стал, вот как мы говорим, да, шаблонным языком, стал на путь исправления и начал платить алименты. Цель-то какова? Да, чтобы ребенок получил денежные средства на свое содержание. То есть вот это основная идея. Ой, Господи, каким благородным делом вы занимаетесь? Как это тяжело. Вот. Потом, да, бывают случаи, когда мало административной ответственности приходится возбуждать. То есть проходит какое-то время, ну, как правило, это проходит два месяца. Если человек ничего не понял, несмотря на то, что его привлекли к административной ответственности, предположим, не приступил к отбытию обязательных работ за административную ответственность, тогда, конечно, судебный пристав-исполнитель должен составить рапорт о том, что усматривается в действиях должника признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса. Ну и вот, опять-таки, последний пример, это у нас по отделению судебных приставов по Бежевскому и Санковскому району. Когда мы возбудили уголовное дело, и должник у нас все осознал, и пошел быстренько, трудоустроился, начал отбывать обязательные работы. Ну, то есть, опять-таки, самоцель-то достигнута, чтобы человек понял, что алименты на содержание детей платить необходимо. Это важно. Не важно, какие взаимоотношения складываются между бывшими супругами, между сторонами. Самое главное, чтобы была достигнута конечная цель. Потому что привлечение к уголовной ответственности, это не самоцель, это не, ну, как сказать, это не основная задача, вот надо возбудить уголовное дело. Нет. Основная задача понудить. И вот в той перечне тех мероприятий, понуждений, которые мы используем, вот меры административного, уголовного, это вот уголовная, это крайняя мера, которую мы предпринимаем для того, чтобы люди поняли, что решение суда необходимо исполнять. Работать с детьми, вообще, это крайне тяжелое, мне кажется. Вот, Татьяна Михайловна, вы тоже, наверное, у вас есть, наверное, исполнительное производство, где родителям как-то надо договориться друг с другом, общаться с ребенком, да, это же чисто психологическая работа. А вы же бываете в семьях, я просто выезжала сама, я знаю, какие там скандалы бывают с вашим приходом, они вот как будто вот какой-то такой, я не знаю, как лахмусовая бумажка, и они начинают сцепливаться, как показатели, на члены семьи, и ваша задача еще как-то вот решение суда исполнить. Ну да, на мой взгляд, исполнение решения суда по порядку общения или отобрания ребенка это одна из самых тяжелых категорий исполнения, потому что, прежде всего, это психологическая нагрузка на судебного пристава. Иногда приходится не просто приходить в семьи, а жить в этих семьях для того, чтобы исполнять это решение суда. И хорошо, когда у нас... Я сразу представила себе такую лавочку, нет, такую маленькую поставлю, я вот здесь вот с подушечкой пристав приходит, мне ничего не декла. Как бы там ни было, у меня была одна семья, в которой я три года жила, а слава богу, у меня это закончилось благополучно, но сам факт, у нас регламентируют исполнение данных решений суда две статьи федерального закона об исполнительном производстве, да, но это жизнь, и загнать в рамки статей вот эту вот жизнь невозможно. В рамках закона у нас там две стороны, должник и взыскатель в рамках этих свой производств, но главное действующее лицо, это несовершеннолетний ребенок, и только в принципе от него зависит исполнение этого решения суда. Хорошо, когда одна из сторон в рамках измопроизводства такая, до которой можно достучаться. Сложнее, когда обе стороны не слышат никого, вот у них, как уже говорила Аксана Анатольевна, есть конфликт, и вот этот конфликт, он не дает возможности, они забывают о том, что есть ребенок, и что его интересы прежде всего. Вот я как сразу вспомнила, как Аксана Анатольевна сказала, а зачем мне дочка-то дочка болеет, и все, вот как вот, что в голове, вот что в голове у человека, так и здесь. Так и здесь, это вот, и поэтому вот здесь, конечно, судебный пристав, который является по образованию юристом, да, или экономистом, ему сложно исполнять такие решения суда, особенно если это молодой судебный пристав, у которого нет своих детей, нет опыта общения, и это настолько сложно и тяжело вникнуть вот в этот конфликт. Иногда решения суда исполняются одним звонком, да, вот была ситуация, когда ко мне пришел представитель взыскателя, там папа жил за границей, поэтому порядок общения был предоставлен бабушке. Естественно, прежде чем начать исполнение, выясняется вся ситуация, вот с чего вдруг появилось данное решение суда, там были встречи, с бабушкой с двумя девочками, потом мама вышла замуж, родила третьего ребенка и пошла какая-то конфликтная ситуация. Выяснив ситуацию, тут же позвонив должнику, поговорив с ним, а визит представителя взыскателя был в тот день, когда должна была состояться встреча, ну, разъяснив ей необходимость этих встреч, интерес ребенка и последствия неисполнения решения суда для нее, что через полтора часа мне позвонил должник и сказал, что детей она бабушке отдала, что все замечательно и не приду ли я к ней домой, на что я ответила, что если у нас решение суда будет исполняться так, как положено, то мы с ней лично никогда не познакомимся. Она хотела, чтобы вы пришли домой? Она не хотела, она очень не хотела, да, и мы с ней лично не познакомились, потому что больше проблем у нас с этим исполнительным производством не было, да, в этом случае, когда у нас решение суда исполняется, мы окончим исполнительного производства по статье 47 по пункту 1 пункта 1, то есть фактическим исполнением. Но вот то решение, которое у меня было в течение трех лет, там была очень сложная ситуация. Первый год мы ходили с взыскателем по судам, он все время обжаловал наши действия. В течение этого года мне по истечению года удалось до него достучаться, он начал меня слышать. Потихонечку у нас рос ребенок, потому что появился у нас, когда ребенок... Потому что человек говорит, как про свою собственную семью, да, потому что, подумать, у нас с взыскателем общий ребенок он рос. Вот, и мы начали эти встречи. Сначала, значит, там у нас как бы одно из дней встречи он забирает в садики, сначала мы общались в садике, потом мы общались на улице, потом нам удалось выходить за забор садика, вот на площадке и в итоге мы дошли уже до такого общения, когда должник привозил мне ребенка, ребенка я передавала взыскателю и они уже без меня шли гулять. Я их только опять забирала и возвращала маме. Сейчас у нас должник вместе с ребенком переехали в Москву, в принципе, там, где живет папа, но он отозвал исполнительный документ, но мы с ним поддерживаем связь, он мне практически присылает фотографии, рассказывает, как они встречаются, и что наши с ним три года не прошли даром. Может быть, даже поздравлять с Новым годом и с Новым рождением и с Международным женским днем, да? Великолепно. Давайте мы сейчас еще предостережение нашим телезрителям и радиослушателям, почему нужно являться в суд по судебной повестке. Роман, скажите, пожалуйста, что бывает за то, что человек не является? Вот ему пришла повестка, а он ее игнорирует. Ну, он может быть подвергнут принудительному доставлению, или приводу. Если гражданин после получения повестки в суд или там требования о явке судебного пристава исполнителя не является, то, соответственно, наши сотрудники подвергают его принудительному приводу. Значит, забрать граждан могут как из дома, так и с работы. Процедура малоприятная, поэтому я бы рекомендовал всем нашим гражданам, если им приходят повестки в суд, то есть вовремя являться к судебным приставам, к должностным лицам нашей службы и в суд. Если на имущество наложен арест, а должник это имущество решил, ну, скажем так, сбагрить, продать, отдать, подарить, или сокрыть, или переписать на жену, как у нас часто делают олигархи, да, ничего у меня нет, я гол, как сокол. Что, к чему это может привести? У нас судебный пристав исполнитель в рамках федерального закона об исполнительном производстве, он должен обеспечить применение всех мер процессуального понуждения, направленной на исполнение требований судебного решения. В том числе он в праве наложить арест, он установил местонахождение имущества, да, и, соответственно, он может это имущество арестовать для того, чтобы на него впоследствии было обращено взыскание. Причем, когда сама происходит вот эта вся процедура наложения ареста, да, в обязательном порядке, это требование закона, судебный пристав исполнитель при составлении документа, акта, он разъясняет все права, все обязанности, дает пояснение по режиму, который он устанавливает в отношении этого имущества, то есть, что можно делать, что нельзя делать. В обязательном порядке разъясняется, что с этим имуществом нельзя совершать никакие действия, связанные с распоряжением, а именно скрывать, прятать, отчуждать, передавать, продавать. Ну, то есть, вот тебе оставили на ответственное хранение, тебя назначили ответственным хранителем, тебе определили место хранения, вот сделать с ним ничего нельзя. Ой, как хочется, да, так хочется. Потому что, ну, психология, наверное, любого гражданина, да, какова, что, что ты, я должен со своим имуществом расстаться для того, чтобы вот, на него сейчас возьмут приставы, продадут, и какому-то там вот этому, моему соседу за какие-то там долги, ишь, я ему должен. То есть, люди-то как рассуждают? Ну, и, соответственно, ну, подумаешь, когда я подписывала акт, мне разъяснили, что если вы это сделаете, может наступить уголовная ответственность. Кто придает значение? Ну, как правило, большинство, да? Ну, и, соответственно, вот на вот эти моменты не особо обращают внимание. А впоследствии получается, очень часто прячут машину, очень часто. Когда накладывается арест на машину, машина арестовывается, устанавливается запрет распоряжением, место хранения, ну, а люди вот таким образом себя ведут. не на легче спрятаться, ее можно колеса поставить, как мне мотивировать. Не, ну, как правило, как правило, да, когда возникает вопрос, что уже необходима процедура реализации вот этого арестованного имущества, да, судебный пристав носит требования о необходимости предоставить это имущество для того, чтобы дальше вот эту всю процедуру завершить. Вот. Ну, и, соответственно, вот это, как говорится, тайное всегда становится явно. Все это вскрывается. Имущества нет, имущество предоставлять отказывается. Ну, в этом случае судебный пристав неоднократно вносит требования с разъяснением опять о том, что вы подлежите уголовной ответственности по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса. Если, ну, как бы гражданин ничего не предпринимает, ну, соответственно, возбуждается уголовное дело. Есть положительные примеры, когда машина находится, потому что в рамках уголовного дела мы машину объявляем в федеральный розыск, и машина находится. Вот по этой причине, как бы вот такими вещами заниматься, ну, это неправильно и не надо. Не надо создавать проблемы, не надо получать судимости. Да, конечно, вот в конце следствия машина предоставлена, мы учитываем это по результатам расследования, это учтет суд при вынесении приговора, но, ну, по сути, человек приобретает судимость, у этого человека растут дети, и это все равно накладывает определенный отпечаток на его автобиографию, на автобиографию его детей, ну, просто это никому не надо. Вот эти, ну, скажем так, не совсем, ну, продуманные, правильные действия, они влекут за собой вот такие правовые последствия в виде судимости. Это никому не надо, это неправильно. То есть я, наоборот, призываю, что такими вещами заниматься не надо, не стоит. Мы сегодня говорим о том, что нужно судить закон. Закон, да. Мы говорили о детях, которые у нас часто обижают, жители нашей региона, которые недополучают от родителей и не то, что ласки и тепла, и забота, и внимания, но и копейки на то, чтобы хорошо и вкусно поесть. Давайте мы скажем, еще об одних детях, я знаю, что у вас проводятся конкурсы в управлении, это уже творческие конкурсы, это и хрустальные звездочки, это забота тоже о детях сотрудников, это особая забота, да, выявление талантов, как вот Оксана Анатольевна рассказала, никак не могу забыть про эту женщину, даже как-то. Что Марина Талантин. Вы привлекли, вы показали, что есть другое, она в душе своей садовод. Так и вы в душе своей, да, растите новых, добрых людей и помогаете им. Гульнара, несколько слов буквально об этом. Да, у нас действительно есть несколько конкурсов, которые проводятся. Первый у нас есть конкурс, это юный правозащитник. Этот конкурс проводится ежегодно, начали его проводить с 2005 года. Возрастные группы, это от 11 до 18 лет. Юный правозащитник, это имеется в виду, что человек, который может быть в дальнейшем, будет судебным приставом, пойдет по юридическим рельсам. Конечно, конечно. То есть цель этого конкурса выявить деток, сотрудников, гражданских служащих, которые будут интересоваться правом, становлением, историей нашей работы, которые дальше смогут продолжить нашу династию. То есть дети все равно же интересуются, у нас тоже у всех есть дети, да, почему погоны, почему, а как, а что ты делаешь на работе. Ну, всем же это очень интересно. Вот. И как бы мы поддерживаем, поддерживаем профессионализм и хотим, чтобы дальше дети, которые вырастают, приходили к нам в службу. То есть начинают с АЗОВ и заканчивают уже взрослыми сотрудниками органа принудительного исполнения. В этом году мальчик наш из Конакова, Кира Богатырев, в возрастной группе 14-15 лет, занял первое место в этом конкурсе юный правозащитник. Да, его мама, Богатырева Юлия, она является судебным приставом исполнителем Конаковского районного отделения. Великолепный пример. Судебных приставов, да, мы очень гордимся этим мальчиком. Вот, поэтому такой у нас пример есть. Ну и, конечно же, хрустальные звездочки, как без них, все про них знают. Это проект, он признан поддерживать одаренных детей, сотрудников и федеральных, государственных, гражданских служащих. В этом конкурсе участвуют не только наши структуры, и правоохранительные, и иные государственные структуры. То есть, инициаторы фестиваля конкурса это Федеральная служба судебных приставов. Вот, а организатор этого конкурса это благотворительный фонд Кузнецкий мост. Вот, и партнер фестиваля, это всем известный лагерь Орленок, который находится в Туапсе, Краснодарского края. Этот конкурс проводится с 2008 года, он в двух возрастных группах, это дети от 7 до 12 лет и от 12 до 18 лет. Когда подавать заявки на конкурс, можно прочитать и на вашем сайте, то есть вы заранее говорите об этом? Да, он у нас в трех номинациях, это вокал, это хореография и исполнительное мастерство, это игра на разных музыкальных инструментах. Вот, ну, ежегодно представители Тверской области как бы становятся участниками уже финала фестиваля, то есть доходят до фестиваля. Замечательно. Уважаемые друзья, у нас эфир подходит к концу. Мне очень хотелось бы, чтобы вы успели какие-то слова сказать вот от себя, тем, кто заинтересовался вашей работой. Почему именно судебные приставы? Чем хороша эта работа? И, знаете, перед этим все-таки больше вот по-вашему хороших людей или плохих, ну, сталкивайтесь с не с очень хорошими примерами. По-вашему добро победит? Победит. Обязательно. Обязательно. Ну, давайте, Роман Михайлович, с вас начнем. Почему именно? Вот буквально несколько секунд. Почему именно судебные приставы? Чем хороша служба? Мне нравится коллектив, в котором мы работаем. У нас, конечно, коллектив просто потрясающий. Потрясающие люди. Это новые знакомства, это ответственные, целеустремленные все люди, которые помогают тебе тоже вырасти как профессионалу и достичь своих каких-то высот вот именно вот в этом деле. Оксана Анатольевна, ваше, ваше предпочтение службе. Почему? Ну, правильно, Роман сказал, во-первых, коллектив, это очень много и очень дорогого стоит. То руководство, которое есть. Вот те традиции, да, которые сложились уже на протяжении очень долгого времени в этой службе, это очень здорово. Они поддерживаются, они взращиваются, они передаются из поколения в поколение. Это здорово на самом деле. Плюс на этой службе, мне кажется, что каждый может найти себя, реализовать. Ну, и опять-таки, исполнять закон, это здорово. Гульнара, ваше пожелание. Я, конечно же, поддерживаю. Обязательно, к больному вопросу о кандидатах. Вот. То есть, у нас есть возможность, даже ребята, которые только приходят с армии, у них нет опыта работы, они молодые, спортивные, успели закончить техникум, мы их ждем, мы их обучим, они, у них много привилегий, да, и та же самая пенсия, про которую говорила Татьяна Михайловна. Это очень немаловажно. И они, придя с армии, они могут быть с нами, они выбирают профессию, да, конечно, кто не хочет, кто уходит, а кто-то остается с нами надолго, и, естественно, коллектив. То есть, до службы судебных приставов, я могу сказать, что никогда не было такого сплоченного коллектива. У нас одно дело. И мы общаемся, мы друг другу помогаем. Как говорят, одна голова хорошо, две некрасивые, но вот мы... А вот мы такие. А вот мы такие, да. Если кто-то не догадался, в этот момент другой человек подскажет, и все, это одно общее дело. То есть, мы уже друг без друга просто не сможем. И, ну, не знаю, как остальные, я на гражданке не смогу. Татьяна Михайловна. Ну, наша задача службы исполнить решение суда, да, несмотря на то, что мы вроде бы как заставляем людей платить долги, но мы в то же время помогаем людям. Мы помогаем получить долги от тех, кто в свое время дал в долг, да, и не получил деньги. Мы помогаем детям получать денежные средства от нерадивых родителей. Мы помогаем налаживать взаимоотношения в семье, детей с родителями. То есть, несмотря на вроде бы серьезность, такую жесткость нашей службы, тем не менее, мы помогаем людям. Это многого стоит. Спасибо вам огромное за вашу работу. С праздником вас, уважаемые друзья. Пожалуйста, будьте здоровы. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok